Я из Наслига Сибенкёль, представляю общину Нергет. Нергет зарегистрирован давно, и у нас, как у всех оленеводческих хозяйствах, проблемные вопросы идентичны. Ну, как община, мы встречаем трудности в оформлении пастбищных угодий, также кадровый недостаток кадров, опытных оленеводов, и подрастающие поколения не очень охотно идут в эту отрасль. Ну, кроме нас, еще в Сибяне, оленеводством занимаются 8 общин, один и по крестьянское хозяйство, и моб Сибян. Вот в одном таком маленьком поселке, конечно, 10 общин, это очень много, и мы, как маломощные, малые, такие разрозненные общины, друг с другом, все равно конкурируем, и по обеспечению оленеводов продуктовыми питаниями, снаряжением всяким, и насчет перетягивания кадров друг к другу. Ну, это в основном таких проблемных вопросов, и одним из таких очень больших, значимых проблемных вопросов в оленеводстве наблюдается, например, вот я скажу, мы как жили в начале, и в конце 19-го, начале 20-го века, так и живем в палатках, те же условия, никаких инновационных, никакой инновационной технологии в оленеводстве до сих пор не применяется, и хотелось бы, чтобы при чипировании, и хорошей устойчивой связи с оленеводческими бригадами, общинами, с центром Себяном, и чтобы была устойчивая связь, и чтобы в оленеводческих бригадах создавались базы, где можно было бы, могло быть интернет, телевидение, и создавались все условия для оленеводов, для их нормальной жизни в наше время. Так, еще в Себяне специфическая такая проблема наблюдается наличием большого количества промышленных компаний, которые занимаются добычей золота, серебра, и вот ихняя дорога проходит через нашу общину, территорию нашей общины. Протяжение этой дороги 70 километров, и по этой дороге мы наблюдаем очень много таких негативных явлений, как загрязнение, где останавливаются машины, загрязнение местности, оставление запчастей поломанных, железных оборванных тросов, резины, которые выброшены непригодно. Вот по дороге это наблюдается. А зимой в основном дорога проходит по речкам, где лед налит, и на льду много пятен, которые от ГСМ, от горючих смазочных материалов. Но эти, когда проверка приезжает, конечно, лед тает, и они вместе с водой текут вниз. По речкам у нас есть такие места, где зимуют наши рыбы, такие как хариус, налим, ленок. В общем, на экологии воздействие этих промышленных компаний очень такое большое, можно сказать. Тем более, что у нас вечная мерзлота, и она очень ранимая. Они ведут разведку, прокладывают дороги, снимают верхний слой почвы, и он, ягель, например, очень долгое время не восстанавливается. В компании «Прогноз» завозится каждый год сотни тонн извести, извести или какой-то такой смеси, чтобы вывести из руды, наверное, применяется из руды, чтобы вывести серебро. И каждый год сотни тонн привозят. Эти бесследно все равно они исчезают, они уходят в почву или на вытекающие речки. И идут, ну, это Верховья и Яна считается, и они очень, эти реки загрязняются. Ну, конечно, мы с ними живем на составленных соглашениях, и эти соглашения у нас юридически неправильно, по некоторым пунктам неправильно составлены. И мы не можем в полном объеме от них получать суммы по этноэкспертизе, и у нас никаких договоренностей нет с золотарями или с прогнозом, чтобы нам отчисления выделялись им процентам отношений именно от прибыли этих компаний. Ну, конечно, у нас, они нам на встречу идут, бывают единичные и точечные такие помощь оказывают, например, в ремонте школы, в строительстве дома культуры, Геван прогноз помогал. И по обслуживанию зимника Сиген-Сибиан прогноз очень сильно помогает. Вот, например, в эту зиму нам необходимо было выполнить перед Новым годом доставку самолетом плодовочной продукции в Скоропорт-Техчасти для детских учреждений. И нам на встречу пошел Чачумбал, золотопромышленники, где генеральным директором Макаров. И через эту передачу я ему свою благодарность довожу. Но все-таки хотелось бы, чтобы они, эти компании, которые очень большие прибыли имеют, они бы нам отчисляли от прибыли процентам отношений денежные средства, и мы бы эти денежные средства пускали бы на развитие своей традиционной отрасли, на развитие оленеводства.